Телефон не заставил себя ждать. Звонки сыпались как по расписанию. Пенсионерка Антонина Ивановна по улице Пионерская, дом 11, возмущена хамством автомобилистов, которые оставляют своих железных коней не только на тротуарах, но и не гнушаются припарковаться на детских площадках. А дворовая территория для малышей даже не отгорожена. Вот эти четыре дома у нас здесь бегают по дороге. У нас здесь продуктовый магазин, машины постоянно ездят. Это опять будем ждать только какого-то несчастного случая. В целом вопрос этот очень актуальный для всей территории города. Я имею в виду, что автомобили на газонах, на детских площадках. И на тротуарах. Ну, нам бы хотя бы с газонов и детских площадок бы автомобили убрать, потом до тротуаров как-нибудь медленным ходом дойдем. Попросил все-таки совместно с ГИБДД посмотреть возможности эвакуации автомобилей, которые длительное время там стоят. Предусмотреть дополнительные меры, ограничивающие въезд автотранспорта на эти площадки. Есть у нас программа по ремонту дворовых территорий. Она действует. Оказалось, что по этому же адресу в первом подъезде другую пенсионерку возмущают общедомовые начисления по горячей воде. Пенсионерка говорит, даже не моюсь дома, хожу в баню. Ни одного куба горячей воды не потратила, а должна платить за три. С этим вопросом тоже обещали разобраться. Но дело это непростое, говорит Александр Сироткин. Для достоверности общедомовых данных необходимо, чтобы в каждой квартире были установлены приборы учета. В Новочебоксарске сейчас над этим работают. Вроде как в нормативные документы сегодня соответствующие изменения вносятся, но пока управляющая компания вынуждена предъявлять вот таким образом соответствующие платежи. Звонок от молодой горожанки не мог оставить равнодушными никого из присутствующих. Марину интересовало, почему перестали оказывать социальную помощь матерям-одиночкам. Ее ребенку год и девять месяцев, и из-за нехватки мест в садике она не может выйти на работу. Хотя выплаты по закону ей не положены, представители администрации в сложившейся ситуации обещали помочь устроить ребенка в садик. Вместе уже с заведующим детским садиком, с управлением образования постараемся перевести уже на полное посещение ребенком детского сада, чтобы вы имели возможность выйти на работу и соответственно обеспечить хотя бы какой-то минимальный доход своей семье. А вот как решится вопрос с переправой через Волгу для дачников Новочебоксарска, пока не ясно. Пенсионеры города уже второй год стучатся во все инстанции и просят возобновить трамвайчики из речного порта Новочебоксарска на левый берег Волги. С 1 мая каждый год ездили и каждый год деньги находили, а почему-то второй год не находятся деньги. По какой причине, нам всем непонятно. У Сироткина мы были пять раз, он только развел руками и сказал, что у меня денег нет. Так попроси в этой республике. Республика нет, почему Москва дает, а почему на это не дает? Народ-то ездит по льготам, ну а данное предприятие, значит, грузоперевозчик, он в убытке. А если организовать камельские перевозки, то есть без льгот? Ну не 100 же рублей, нас лодка перевозит за 100 рублей, пенсия и 100 рублей в день. 100 рублей туда и 100 рублей оттуда. Понятно. Мы где-то согласны, рублей на 50, ну хотя бы на 60 раз уже денег в городе нет. Предложение от администрации города речному порту организовать поездки за 50-60 рублей уже сделано. Сейчас ждут ответа. Ситуации обещали разобраться к концу апреля. Город готов субсидировать денежные средства речному порту за перевозку с помощью электронных карт социально незащищенных слоев населения. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.